Один из съемочных дней у команды молодежных новостей начался непривычно рано, и как это бывает в самый неподходящий момент, в спешке. Результат, опираясь на пословицу «поспешишь, людей рассмешишь» не заставил себя долго ждать. О том, что выключенный свет фар у автомобиля, пусть даже в дневное время суток, это не смешно, нам напомнили сотрудники полиции. Терра, здравствуйте. Здравствуйте. Я помощник полицейского Велина Валерт. Очень приятно, Велина. Можно ваш документ удостоверяющий личность? Да, пожалуйста. Что случилось? Почему у вас фары не горят? Ой, прошу прощения, спешили, ну, я забыл, я вот, все включил. Так, ну, это создает опасную ситуацию на дороге, вас не видно. Давайте сделаем тест на алкоголь. Ну, давайте. Что сделать? Выйти в сторону аппарата, я расскажу. Так, ну, все хорошо, давайте в этот раз обойдемся устным предупреждением. Угу. В следующий раз может быть штраф 20 евро. Хорошо, я, ну, теперь я уже не забуду. Да, будьте внимательны. Я теперь буду, да, спасибо, вам хорошего дня. Вам тоже, до свидания. Спасибо, могу ехать? Да. Да, спасибо. Уверены, что вы уже догадались, что никто из молодежки правил дорожного движения не нарушал, а сама съемка была постановочная. Собственно, и встреча с сотрудниками ИИИСКО отделения полиции тоже была не случайной. Дело в том, что в этом году эстонская система помощников полицейских отмечает свое 30-летие. И хотя даты солидные, уверенные, некоторые наши зрители услышали о такой должности впервые. Так кто они? Помощники полицейских. На поиски ответа отправились корреспонденты и операторы молодежных новостей ИИИКО в Тлоярве в компанию участников детской видеостудии «Первый кадр». Помощники полицейских – это уже такая неотъемлемая часть полиции в целом. Это люди разного возраста, разного жизненного опыта, разных профессий, которые привносят нам что-то новое. У нас происходит, соответственно, обмен опытом. Они тоже могут попробовать себя в роли полицейских. Часто помогают посмотреть нам на какие-то ситуации с другой стороны, предлагают нестандартные решения. Это такой очень бесценный ресурс, благодаря которому мы становимся еще сильнее, как одна большая система. А как ребята могут принимать участие в жизни полиции, если они все являются учащимися? На самом деле ответ очень простой. У нас гибкий график. Мы всегда стараемся с ними договориться, обсудить какие-то моменты, когда бы они к нам могли прийти. И, соответственно, мы им даем маленький обзор, где мы хотим задействовать, в какой работе. И, соответственно, уже мы договариваемся о дне и времени, когда они к нам приходят. Это все всегда вопрос, который можно обсудить, что, соответственно, большой плюс в этой добровольческой деятельности. Бывают ли у помощников полиции ночные смены? Конечно, и в патруле, и в участковой работе, и даже, возможно, в работе следователя задействуются помощники полиции и в ночных сменах тоже. Вы являетесь для помощника полицейского больше коллегой или наставником? Два в одном. Потому что вначале мы больше помогаем, обучаем, что-то разъясняем, наставляем. Когда они уже набираются опыта, проходят больше каких-то обучений, тогда их уже можно считать полноправными коллегами. Но есть одно но. Конечно же, помощники полицейского не имеют все те полномочия, что имеют обычные полицейские, так как у них тоже есть различные стадии обучения, начальная и более такая продвинутая. И, соответственно, уже если кто-то решает связать свою жизнь с полицией, то они уже поступают дальше в Академию внутренних дел. В Ихвельском отделении полиции сегодня насчитывается 53 добровольца, самому молодому из которых 18 лет, а самому взрослому за 60. Для ученицы 12 класса Ихвельской государственной гимназии Евелина Валерта работа на камеру хоть и была чем-то новым, но точно не стала проблемой. Будто не замечая в виде операторов, молодая девушка-волонтер уверенно выполняла все необходимые по работе процедуры. В компании нашего оператора Евелина Валерта и ее напарник участковый Артур Сась совершили объезд под ведомственной им территорией, а позже отправились в пеший патруль по улицам Ихве. Евелина, расскажи, пожалуйста, какие обязанности у тебя как у помощника полиции? Все задания обычно мне дают полицейские. Чаще всего я хожу в патруль с участковыми, участвую в рейдах, хожу по школам рассказывать или вербую новых помощников полиции. Планируешь ли ты в будущем получить профессию работника полиции? Да, я уже подала документы, сейчас заканчиваю 20 класс и поступаю на полиции Апири Валва. По твоему мнению, какими качествами должен обладать работник полиции? Должны быть очень хорошие навыки общения с разными возрастными группами, понимание, хорошие физические данные, просто быть хорошим человеком, понимающим. Какие советы бы ты дала нынешним школьникам, которые в будущем планируют пополнить ряды полицейских? Заниматься спортом, учить эстонский, получать образование, не нарушать закон. В день наших съемок на Ильской музыкальной площади проходило большое мероприятие, а так как погода выдалась теплой, то и в парке было достаточно многолюдно. Если большинство людей приходит сюда, чтобы насладиться пением птиц, покормить белочек и отдохнуть от городской суеты и пыли, то некоторые захаживают в парк с сомнительными целями. Так или иначе, сотрудникам полиции и их помощникам нужно быть постоянно на чеку и правильно реагировать как в простых ситуациях, когда достаточно только побеседовать с человеком, так и таких, когда следует применять силу и в случае необходимости вызвать подкрепление. В каком возрасте ты решила, что хочешь работать полицейским? Я очень долго не знала, на кого я хочу поступать, потом поступила в гимназию и у нас был примет по выбору, я выбрала внутреннюю безопасность, там узнала больше о полиции, о помощниках полиции и как только мне исполнилось 18, уже документы были поданы помощникам полиции. А что тебя привлекает в этой работе? Сложно так сказать, просто заставляет глаза блестеть, наверное, это интересно, мне интересно учиться в этой сфере. Помогать людям. Кто может стать помощником полицейского? Помощником полицейского может стать совершеннолетний человек, достигший 18-летнего возраста, с минимум основным образованием, владеющим эстонским языком на уровне Б2. Естественно, он должен быть здоров как физически, так и психологически, не иметь, скажем так, действующих наказаний в криминальном порядке. Как происходит вербовка новых кандидатов? Если мы говорим, скажем так, про молодежь именно, то мы ходим в школы, рассказываем, проводим лекции, рассказываем про помощников полиции, кто может стать, какие требования и так далее, отвечая на различные вопросы. Если мы говорим, в общем, про вербовку, то это и социальные медиа, мы выкладываем посты, пишем различные, как в социальных сетях, так и, скажем, какие-то статьи в печатных изданиях. В прошлом году была всеэстонская компания, где даже показывали ролики в кинотеатрах, в Аполло. То есть, на самом деле, возможностей многом, и мы их используем. В этот день мы впервые прокатились в полицейской машине, смогли вблизи рассмотреть форму сотрудников охраны правопорядка и узнали много нового о такой должности, как помощник полицейского. Надеемся, что и вы, наши дорогие зрители, юные и постаршие, узнали сегодня что-то для себя. Ну, а если есть желание узнать еще больше о работе помощника полицейского или даже стать им, то можете начать с того, что зайти на сайт abipoliceynik.ee. На нем имеется вся нужная информация, а также есть анкеты для желающих не только примерить на себе полицейскую форму, но еще будучи гимназистом или абитуриентом, познакомиться с профессией полицейского. София Криталова, Александр Морозов, Андрей Лобосок, Денис Озеров и Илья Тельнов специально для Молодежных новостей. Молодежные новости Денис Озер Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...